всем привет дорогие друзья с вами как всегда маша и вы на канале вкусно просто и доступно сегодня меня для вас не просто вкусный а наверное самый самый вкусный рецепт заготовки на зиму если вы любите грибы и нет возможности насобирать или приобрести приготовьте этот салат и никто даже не догадается что это не грибы все просто но безумно вкусно моя семья просто в восторге от этой заготовки и как вы понимаете мы сегодня будем готовить баклажаны как грибы их нужно помыть и нарезать вот таким вот образом если вы не любите шкурку их вообще можно очистить но например моя семья предпочитает именно так эта шкурочка немножечко плотнее делает сам баклажан ну для меня так лучше но если хотите можете очистить баклажаны измельчаем и отправляем большую кастрюлю заливаем водой воду можно уже взять и слегка теплую и совсем совсем чуть-чуть нужно посолить отправляю на огонь довожу до кипения и после закипания проварим ровно две минутки сливаю на друшлаг все и потом вот так вот вот эти баклажаны нужно отжать тем временем пока готовились баклажаны я нарезаю репчатый лук и на небольшом количестве растительного масла его обжариваю до золотистого цвета дальше параллельно я начинаю обжаривать на сильном огне на небольшом количестве масла баклажаны тоже до золотистого цвета я сразу все не обжариваю именно порциями нам нужно чтобы они были поджаренными когда все продукты подготовлены я добавляю грибную приправу у меня вот такая конечно же это приправа и придает вкус для баклажанов грибной действительно мало кто понимает когда пробует этот салат что это не грибы кому они напоминают опята кому-то они напоминают подосенники в общем друзья честное слово очень очень вкусно перемешиваю все с майонезом аккуратно и это уже вкусно у меня я вам скажу что получилась порция побольше но одну баночку мы скушали еще до того пока я все выложила в банку все видите какой салат в итоге получился дальше его выкладываю в чистые банки банки у меня объемом по 700 миллилитров плотненько укладываю я вам скажу что этот салат лучше всего хранить либо в холодильнике но если нет места то все же в погребе или в холодной кладовке друзья при комнатной температуре этот салат не сохраняется но в холодильнике он идеально стоит до зимы даже до весны но я уверена что он у вас долго стоять не будет вот у меня видите банка получилось неполное потому что мы съели когда готовили в общем итоге если вы ничего не будете пробовать то у вас 5 банок по 700 миллилитров получится банки стерилизую после закипания ровно 15 минут плотно закручиваем крышкой укутываем и после остывания можно отправлять в погреб или в холодильник лучше всего перестраховаться и сохранять этот салат в холодном помещении но эта заготовка удобно тем что даже если у вас какие-то внезапные кости баночку открыли и у вас настоящий салат уже на столе очень вкусно рекомендую друзья но я буду надеяться что этот рецептик вам понравился если же так подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео рецепта друзья напишите пожалуйста комментариях как вам такой вариант заготовки готовили ли вы раньше такую заготовку на зиму и что можете сказать по этому поводу по этому рецепту мне очень интересно ваше мнение до новых встреч друзья пока пока